Уважаемые гости, компания Кодерленд приветствует вас сегодня. Тема нашей сегодняшней встречи посвящена маркировке и экспериментам, которые в этом году у нас там проводятся и грозятся быть уже в зоне доступа и использования для многих компаний. Итак, вы видите на экране информацию о наших контактах, то есть электронная почта, телефон, телеграм-контакты, адрес сайта. И вы видите, что вести сегодняшнюю встречу буду я, Галина Гардышева. Мои контактные данные вы тоже видите на экране. Как сегодня будет построена наша встреча? Мы с вами будем, ну, так сказать, нормативную информацию смотреть по слайдикам. И после этого мы будем переключаться в режим работы с демо-базой. Сейчас я туда ее переключу. Ну, вот таким образом будем проверять руками то, о чем мы поговорили. Ну и, соответственно, сейчас снова вернемся в наши слайдики. И, соответственно, дополнительную информацию какую-то я буду рассказывать вам еще и в онлайн режиме, так сказать. Программа нашего сегодняшнего вебинара, как вы видите, это маркировка товаров в этом году. Кто обязан ее ввести и что подлежит маркировке. Потому что сейчас у нас есть маркировка, которую можно применять в добровольном порядке, то есть в обязательной разделе, так сказать, еще не ушла. Немножко затронем, какие есть различия при маркировке разных товарных групп. Затем, какие нам надо, если мы хотим, например, досрочно начать применение начать применение маркировки на товарах. То, что нам нужно будет для этого сделать. Какие локальные нормативные акты. Ну, то есть, как организовать этот процесс. Кто будет проверять и соблюдение правил, и, ну, соответственно, какие нормы наказания будут за это предусмотрены. Ну, короче, все, что касается применения. Все вокруг, так сказать. И посмотрим еще другие сервисы дополнительные, которые у нас существуют для работы с маркированными товарами. В принципе, тема маркировки уже сама по себе у нас не новинка. То есть, применяют уже достаточно давно маркировку и, допустим, изделий меховых и кожаных изделий и ряд других групп еще маркируются. Поэтому мы немножечко затронем, так сказать, историю балета. Затронем нормативный фактор и потом поговорим уже про конкретно нашу текущую задачу. То есть, с 1 июня этого года в России начался эксперимент по маркировке отдельных видов безалкогольных напитков. То есть, соответственно, это будут и соки, и воды. И нормативный документ, который регулирует это, вы видите на экране, выделен жирным жрифтом. То есть, это постановление правительства от мая 2023 года. Подписывал его Мишустин и сам по себе эксперимент будет с 1 июня по 31 августа. То есть, он уже сейчас начался, но продолжится он до августа этого года. И если у вас есть возможность, зайти на сайт Минпромторга и посмотреть, что же это за эксперимент. Ну, декларируется то, что протестировать возможности работы системы маркировки. Ну, то есть, соответственно, проверить технологические знания, технологические навыки и насколько это можно эффективно контролировать. Потому что, собственно говоря, это достаточно большой спектр, и весь его занятие, так сказать, маркировкой, насколько сложно окажется, какие средства всплывут, что необходимо в этом процессе. В отличие от того, когда вводилась маркировка на кожу, кожаные изделия и так далее, в этом эксперименте принимают участие такие товары. То есть, это вода, включая минеральную и газированную воды, с сахаром или без сахара. Ну, то есть, вот вы видите, код ТНВ. Дальше напитки на основе сок, сои, орехов, злаков, семян, ну и так далее. Код ТНВ, вот вы видите, тоже здесь приведен. Ну, и прочие безалкогольные напитки тоже код ТНВ. Большая группа это квас, соответственно, код ТНВ. Соки фруктовые или ореховые, и соки овощные, ну и фруктовые и ягодные морсы. Вот здесь нужно сказать вот о чем. Здесь есть небольшая интрига. Почему? Потому что, ну, кроме того, что тестируется оборудование, тестируется, как это все должно происходить на практике, здесь можно сказать о том, что проведение этого эксперимента декларируется, что не должно привести к затратным, дополнительным затратам у участников эксперимента. И поэтому сначала эксперимента, во-первых, это должно быть добровольным и бесплатным, а во-вторых, это самое интересное, что для тестирования процесса маркировки на время эксперимента предприятиям предлагается оборудование на безвозмездной основе. То есть, в принципе, все проблемы, с которыми потом народ столкнется за собственные деньги, пока сейчас можно провести на, так сказать, на тестовой базе и уже не только за свои деньги, но, соответственно, за деньги инициаторов вот этого процесса. На самом деле здесь у нас сложность, в общем-то, уже не такая, которая была при первоначальном введении маркировки, то здесь уже процесс более-менее понятен. Под него уже сделали программе изменения в один из ERP, они внесены. Сейчас я переключусь вот так, чтобы было видно, когда у нас начинается и заканчиваются всякие экспериментальные периоды. То есть, собственно, как работать с честным знаком, вы уже тоже, наверное, немножко знакомы, особенно если у вас есть другие группы, по которым тоже применяется маркировка. Ну вот на этот год, на 2023 год, у нас можно назвать, так сказать, основные вехи, то есть это с 1 сентября 2023 года и производители, и импортеры должны регистрироваться в системе маркировки частный знак. Причем, обратите внимание, здесь оговорен срок, что это должно быть не позднее 7 календарных дней со дня начала ввода, вывода из оборота маркированной продукции. Не позднее 15 календарных дней со дня регистрации в честном знаке производители и импортеры должны установить программное обеспечение для онлайн получения кодов маркировки или обмена ими. Также производители и импортеры должны протестировать электронный документооборот с честным знаком. Соответственно, если вы работаете с маркировкой по другим товарным группам, то для вас это уже не очень актуально. Но тем не менее, с 1 декабря старт обязательной маркировки безалкогольных напитков, напитков уже, обратите внимание, в стекле и в полимерной упаковке. То есть исключение в этом составят соки, нектары, морсы на растительном сырье. К этой гате уже должно быть отработано взаимодействие, должны быть оформлены марки на соответствующий товар и уже можно будет вводить коды в оборот. И 1 марта 2024 года, то есть с третьего квартала следующего года. Старт обязательной маркировки производителями и импортерами безалкогольных напитков в алюминиевых и полимерных банках. Ну, то есть это уже будут и всем нам давно привычные, типа напитки, которые сейчас рекламируют, как активаторы то есть как активаторы жизненных сил и внутренних резервов. То есть, как видите, практически на данный момент, то есть у нас сейчас с вами идет июнь 2023 года, у нас добровольное применение этого сервиса и, соответственно, пока местность обязательно процедуры не заканчивают. Ну, обязательные процедуры не затрагивают. Ну, естественно, хотелось бы... Прошу прощения, соскочила. Хотелось бы, чтобы это произошло, во-первых, максимально удобно, во-вторых, без затрат. Почему многие предприятия соглашаются на участие в эксперименте. Ну, и, соответственно, сам по себе экземпляр этого эксперимента, то есть наличие кодов, установление с честным знаком контактов, соответственно, оформление всей этой процедуры у нас будет достаточно дружественным, поскольку есть время и на то, чтобы какие-то косяки устранить, и на программное обеспечение и так далее. Собственно говоря, основная проблема при маркировке, особенно вот сейчас, пока она у нас экспериментальная, ничем не отличается от того, что было с другими товарными группами. То есть у нас есть в программном обеспечении раздел, сейчас мы с вами на него перейдем, где, в общем-то, устанавливается достаточно несложно. Устанавливаются определенные настройки, и уже вы работаете с маркировкой. Значит, для того, чтобы принимать участие в этом эксперименте, вам будет необходимо, ну, во-первых, завести принтер этикеток, во-вторых, должен быть сканер, и в-третьих, у вас должно быть, соответственно, возможность обклейки, то есть обклейки ваших товаров к упаковке коробки, например, упаковка единиц товаров и так далее. Ну, то есть на самом деле требуются определенные затраты на оборудование и определенные затраты, если требуются еще на программное обеспечение. На самом деле затраты не фантастических цифр, но сейчас мы на слайдик перейдем, ну так, то есть это не в качестве рекламы, это в качестве того, чтобы было представление о том, какого порядка оборудование вам потребуется. То есть, естественно, цены будут колебаться, ну, допустим, если принтер этикеток вот примерно такой, то есть примерные затраты на его преоборудование и примерные затраты на сканеры с трех годов и так далее. Естественно, все придется вам выяснять с вашими организациями, обслуживающими, которые есть в вашем городе. Ну и, собственно говоря, вот практически весь набор, что вам потребуется. И, естественно, интерес к экспериментальному периоду, когда предприятия должны быть оснащены вот этим оборудованием, у многих вызвали интерес, потому что, во-первых, проверить, что это за принтеры, во-вторых, потрогать руками все проблемы, ну и, в-третьих, уже к моменту обязательного применения будем быть во всеоружии, так сказать, уже не испытывать затруднений. Итак, мы с вами посмотрели, что мы должны сделать, какие, так сказать, количественные девайсы мы должны приобрести. Теперь, что касается подписи. То есть, для проведения маркировки нам нужна такая же подпись, которая действует и для всех других товарных групп. Здесь у нас нет никакого исключения. И, соответственно, говорим мы с вами про усиленную квалифицированную электронную подпись УКЭП. То есть, соответственно, ее используют для регистрации в системе честный знак. И также для подтверждения юридических действий, то есть, отправка там каких-то уведомлений, писем, отчетности. Ну, то есть, ее используют везде. Как вы знаете, выдает ее сейчас налоговая инспекция. То есть, соответственно, для получения квалифицированной подписи придется предпринять ряд телодвижений и сделать эту подпись. Естественно, мы должны будем настроить оборудование для работы, для нанесения маркировки на технологическое оборудование. Ну, собственно говоря, это, если перевести на русский язык, это маркировка самих упаковок, то есть, банок, тетропаков или еще, ну, то есть, в зависимости от того, как у вас технология настроена, вы уже будете вот подстраивать оборудование для нанесения соответственного, соответственно, данных для вашего, для вашего товара. Дальше необходимо будет, если у вас еще нет, вы не работаете по-другому с честным знаком, то, соответственно, заключить с ним договор и согласовать передачу фискальных данных по системе маркировки. Ну, и, наконец, последний штрих – это документооборот. То есть, соответственно, в этом случае вы можете отправлять марки в систему честный знак, получать ее оттуда, ну, то есть совершать операции, которые позволяют отслеживать, если у вас, например, импортный товар, то это будет сведения об отгрузке и приемке продукции на прослеживаемый товар. Ну, соответственно, будет очень хорошо, если вы подключаете электронный документооборот, это ИДО, то, соответственно, вам эти сведения передавать будет лучше. Как я уже сказала, поскольку это не абсолютное новшество, работа с марками и маркированным товаром, то в конфигурации в 1С ERP предусмотрен уже раздел, для которых эта информация нужна и которая, в общем-то, требует запуска с момента, когда это уже законодательно описано. А сейчас мы с вами посмотрим вот такой слайдик. Это, собственно говоря, где находятся настройки для работы с марками и похожие разделы. И сейчас мы с вами перейдем от слайдика, перейдем напрямую на регистрацию, так сказать, в 1С. Значит, вот я перехожу. И вот у нас с вами открыт раздел ИНСИ и администрирование. То есть раздел ИНСИ, это у нас первоначальные настройки, ну, если можно так сказать, самые грубые настройки. И в разделе администрирования, вот как вы видите, у нас есть вот то, что у меня было выделено на слайдике. То есть у нас есть интеграция с ГИСМ, это если мехом производится торговля мехом. Свет ИС, это Меркурий, ЕГАИС, ну и соответственно интеграция ССМП. То есть это обувь, одежда, табак и так далее, другие группы. Вот чтобы было понятно, мы сейчас переключимся на эту группу. Вот, как вы видите, здесь можно регулировать, что конкретно вы будете, что вы выпускаете, что конкретно будет подлежать в этом случае маркировке. То есть соответственно, вот мы оставили, что обувная продукция у нас подлежит маркировке, там допустим, что-то еще. Ну, то есть на самом деле мы должны настроить сканирование кодов маркировки. И, собственно говоря, здесь у нас ничего нету такого особенного. Здесь важно технически предусмотреть, что например, будет контроль осуществляться с помощью какой-либо аппаратуры, то есть тех же ТСДшников. Ну, и вот здесь вот по, если мы проваливаемся более, на более нижний уровень, уже привычный интерфейс, то есть что нам нужно отметить, какие поставить флажки и, собственно, что мы хотим видеть в этом разделе. Я сейчас отсюда уйду. Нам это сейчас не столь принципиально. настройки сканирования убрали. То есть, соответственно, такие подсказки по гиперссылкам мы можем вот по всем этим пунктам провести и сделать настройку. Сейчас мы с вами снова переключимся еще на слайдике. То есть, вот этот слайдик из раздела, который мы с вами только что посмотрели. на самом деле здесь же у нас настройки кодов в маркировке и здесь, как вы видите, есть переход и, соответственно, по таким вот синим текстом и длинным ссылочкам мы попадаем в нужный нам раздел и настраиваем уже под себя. Сейчас мы снова с вами вернемся в демо базу. в демо базу. Вот. И кроме того, что мы можем заполнить сведения, ну, не можем должны заполнить сведения, которые касаются вашей конкретной компании здесь, обратите внимание, вот здесь вот есть регламентированные задания, где можно задать, ну, это по аналогии с официальной отчетностью, когда можно задать расписание, чтобы происходил автоматический автоматический этот раздел или все-таки вручную, чтобы не терять контроль. Ну, то есть вы проходите по всем вот этим настройкам и сейчас мы с вами снова вернемся. Это вот у нас была интеграция с ИС, то есть информационными системами и дальше, как вы видите, у нас раздел МСИ администрирования это уже настройка МСИ и разделов, то есть, соответственно, если мы работаем с прослеживаемыми товарами, то в этом случае нужно сделать или проверить записи в ваших общих настройках, то есть, на самом деле, и прослеживаемые товары, и на самом деле это с маркировкой, это тоже уже не новость. Какой алгоритм работы с маркированными товарами. То есть, в этом случае мы создаем документы, естественно, можно с помощью ИДО, можно с помощью физически, так сказать, пошел, заключил, подписал и так далее, с компанией честный знак и, соответственно, после этого выполняется отправка, заказ, так сказать, на маркировку. То есть, продукция, которую вы выпустили, должна быть обклеена вот этими вот марками, которые вы получили. Марки сами по себе платные, то есть, есть определенное количество марок, за которые вы платите, там, например, 100 рублей. Вы приобретаете эти марки и обклеиваете ими свою продукцию. В этом случае, когда у вас будут документы уже готовы, на выпуск из производства, у вас товар уже должен быть обклеенный и обклеенный марками, которые вы заказали в честном знаке. После того, как у вас все заказано, вы произвели обклейку, то у вас, соответственно, формируются документы реализации и реализации в зависимости от того, реализуете вы там где-то оптовым сетям или оптовика. Обратите внимание, в разделе НСЦИ и администрирование у нас есть блок настройка интеграции, то есть, вот вы видите, с документа оборотом, и здесь, соответственно, можно использовать и другие сервисы, которые мы в 1С знаем, и к которым уже достаточно привыкли. То есть, это, в общем-то, работа с номенклатурой в 1С можно работать с витриной и с маркетплейсами. Ну, мы сейчас будем говорить про классическую структуру, то есть, интересуют нас в разделе НСЦИ и администрирование, ну, во-первых, раздел администрирования и вот эти пункты, взаимодействие с честным знаком или с другими, кто выпускает марки, и раздел настройка интеграции. То есть, после того, как мы прошлись вот по этим вот ссылкам, нам особо нечем, скажем так, больше здесь затерживаться и дальше у нас с вами уже будет работать либо режим склада доставка, ну, и, соответственно, производство. Мы с вами сейчас снова переключимся на меню производства. И здесь, собственно говоря, как вы видите, через меню сервис, вот у нас меню сервис, происходит интеграция уже с честным знаком. Вы получаете на свой документ реализации, вы получаете уже регистрацию штрих кодов или ваших марок. И, собственно говоря, уже дальнейшее использование маркировки это уже технический процесс, который многие товары уже прошли, то есть здесь уже гораздо меньше сквотных, ну, таких подводных камней, которые приходится преодолевать в первый раз самостоятельно. Здесь уже на самом деле достаточно много собрано проблем и самое основное, что не проблем, конечно, а результаты их решения. Вообще первоначально сложности вызывало именно то, как и когда заказываться должны марки. Ну, возьмем для образца то есть честный знак, и, соответственно, когда у нас мы уже работаем с марками, у нас возникает проблема как быть в случае, если у нас идет возврат товаров, а как быть в случае, если у нас идет какой-то брак товаров, ну, то есть как оценить количество марок, которые нам необходимы, ну, то есть уже чисто практические вопросы, и в этом случае сейчас уже гораздо проще, потому что такие отработаны уже проблемы, и большинство ответов на такие вопросы уже тоже совершенно спокойно имеются. Если мы с вами вот посмотрим этот дополнительный сервис, то есть это, собственно говоря, для хранения информации о маркированных, о маркировке. Как вы видите, сейчас я уберу вот эту вот, вот эту, вот, чтобы нам было больше видно. и так мы смотрим настройки, которые для обмена с СМП у нас существуют. Ну, во-первых, как вы видите, у нас есть тоже точно так же, как и у других, у нас есть ссылки, гиперссылки, то есть мы можем перейти прямо по этой ссылке и, соответственно, настроить какие-то дополнительные поля, дополнительные места, где можно храниться и так далее. Мы не будем сейчас запускать этот, ну, длитный процесс, и на самом деле достаточно запустить вот обмен, у нас информация обновится в автоматическом режиме. И дальше вы видите, есть выбор по всем организациям или только по некоторым юрлицам, если у вас мультифирменный учет, ну, и дальше уже информация идет, вот, как вы видите. Значит, во-первых, здесь необходимо посмотреть настройки и справочники, то есть информация, которая есть дополнительно, и что самое приятное в этом вот сервисе, ну, практически вы ничего не должны делать, то есть это получается как помощник, который за вас то есть вот видите, если я и хочу поменять эмиссию кодов, например, какие-то коды выбывают, какие-то я хочу заново получить, то вы просто переходите в режим, где уже подобран во-первых, сам документ, во-вторых, вы видите ситуацию с обменом, получаете протокол, что у вас, что вы отправили, и получаются соответственно какие-то дополнительные объекты, и оформляется это документально, то есть очень удобно, можно и отработать, или сохранить где-то в месте, которое у вас выделено под архив. и здесь у нас получается, что мы можем отражать выпуск из производства вашей продукции, можем, если вы купили, приобрели, купили товар уже маркированный, соответственно движение маркированных товаров, и продажи, то есть если вы осуществляете продажу, то у вас теперь должна быть, ну во-первых, сама документ транспортная накладная или что-то какой-то другой документ товаросопроводительный, ну и соответственно у вас получается, что должны быть документы, которые подтверждают отправку маркированного товара в конкретную торговую организацию, плюс потом приходят сведения из, например, честного знака о том, что ваша продажа, вот такие-то марки, ну то есть происходит информация от честного знака, и пока вот это не произойдет, то есть пока не будет подтверждено через честный знак, что вы отправили все необходимые документы с марками и так далее, то соответственно у вас реализация не будет считаться выполненной, не будет считаться легитимной. маркированного вот еще один контур личный кабинет, который у нас есть, мы с вами уже посмотрели, который у нас сопровождает операцию маркировки. Значит, личный кабинет вы точно также можете регистрировать на сайте, но к сожалению у нас это долго происходит, то есть личный кабинет, вы видите движение по маркам, вот видите, к сожалению мне не удалось мне туда войти, ладно, значит собственно личный кабинет это очень удобный сервис, который позволяет вам оперативно видеть информацию, которая касается ваших марок, соответственно принятых, непринятых, которые требуются списать и так далее. Обычно большинство вопросов возникает на этапе взаимодействия программы 1С и контура, который работает с например с честным знаком или с ВИТИСом, то есть именно процесс загрузки данных и выгрузки данных на этот сайт или на этот ресурс. Вот здесь к сожалению, может или к счастью для кого как, делается дополнительная обработка, которая помогает связать сведения из 1С с сведениями, которые имеются в документах от честного знака. и для того, чтобы этот переход настроить, чаще всего требуется помощь специалистов 1С либо франчайзи, обслуживающей фирмы, ну то есть требуется работа специалиста. Во всех остальных этапах помощь внедрения обычно не нужна, потому что сейчас уже достаточно хорошо оформлены соответствующие документы в самой системе 1С. Ну допустим для бухгалтерии была в свое время в прошлом году проблема, что там наносится соответственно штрих кода и как учитывать их в системе 1С, то есть какими документами выпуск готовой продукции или каких-то других документов, которые бы фиксировали именно привязку к маркам штрих кодам, ну то есть чтобы было взаимодействие. В нашем случае, как вы видите, вот сейчас мы с вами раздел администрирования мы уже смотрели, значит в этом случае нам нужны разделы будут, чтобы посмотреть другие разделы, раздел склад и доставка, вот мы с вами его смотрели, также производство нас тоже будет интересовать, ну и потом уже это регламентированный учет. значит режим склад и доставка мы с вами уже вот так мельком посмотрели и здесь у нас есть целый блок сервисов для работы вот с маркированной продукцией. Это аналогично собственно говоря режим, когда мы работаем на складе и проводим инвентаризацию вместе с через устройство TSD то соответственно у нас будет вот такой интерфейс и соответственно мы можем выбирать варианты отбора и значит здесь мы можем указывать уже выбор только со штрих-кодом допустим мы будем проверять товары или будут какие-то другие еще учитываться сведения. Ну естественно когда происходит обклейка кодами которые вы получаете из честного знака соответственно этот процесс это уже должны быть на него выделены люди которые производят физически то есть обклеивают ну допустим каждую единицу каждую упаковку то есть тетропак или какая-то другая упаковка когда на ваших предприятиях используется и мы можем вот такой вот интерфейс сейчас я тоже закрою это нам пока больше не нужно и собственно здесь еще один момент это возможность работать то есть каждый каждый каждой запись из данного раздела позволяет работать с какими-то дополнительными функциями и есть очень удобное мобильное рабочее место кладовщика я сейчас его открою просто по ссылке и собственно говоря здесь вопросы не только касающиеся того что у нас происходит с маркировкой и так далее ну вот вы видите здесь внизу у нас есть пиктограммы которые иллюстрируют работу данного режима снова уходим отсюда и дальше нас интересует что у нас есть еще в производстве в производстве вот видите у нас есть два сервиса которые позволяют обмениваться информацией свет истой с меркурием и вот у нас честный знак и другие ну собственно честный знак и другие ресурсы на этом здесь собственно говоря для нас именно в отношении маркировки ничего особенного нету потому что аппаратура которая работает с маркированной продукцией на самом деле уже достаточно точно известна и вы можете выбирать ее у своих партнеров с кем вы работаете там по кассовым аппаратам или по другому такому оборудованию дополнительных финансовых каких-то функций в работе с с группой про которую мы сегодня говорили здесь нету то есть на самом деле как вы видите здесь обычные товары движения то есть с обычными документами которые отражают работу с марками если мы с вами смотрим что у нас есть в регламентированном учете то собственно говоря финансовых каких-то последствий кроме того что в калькуляцию вашей готовой продукции должны быть включены расходы на марки здесь у нас нету то есть разделе регламентированный учет где мы собственно с вами большинство своей информации готовим у нас есть обычный бухгалтерский контур у нас есть 1С отчетность это тоже в общем-то контур который используют чаще бухгалтера или налоговый бухгалтера финансисты и так далее ну и отчеты которые у нас в общем-то нас больше всего интересуют находятся на самом деле не здесь потому что видите в сервисе у нас помощники заполнения декларации и так далее то есть в разделе регламентированный учет у нас собственно информация которая подлежит передаче в честный знак у нас здесь нету поэтому нужно уделять особое внимание на этапе организации работы то есть мы должны во-первых назначить ответственных за тех кто будет вести операции с честным знаком ну и естественно все телодвижения которые у нас происходят в общем-то к бухгалтерскому учету и финансовому учету особого отношения не имеют то есть маркировка это больше инструмент контроля и для этого инструмента контроля нужно видеть что мы в программе отразили маркированный это товар или не маркированный товар сейчас мы с вами из этого раздела уйдем так вот так наверное как вы видите в разделах допустим вот склад и доставка вот обратите внимание раздел сервиса производство вот у нас раздел сервиса то есть это практически ну допустим закупки у нас тоже есть раздел сервиса и продажи есть раздел сервисов то есть на самом деле в 1S ERP у нас с вами предусмотрена возможность работать с маркированным товаром ну в частности это будут наши соки то есть и как производитель товара в этом случае вы заказываете марки получаете получаете подтверждение из честного знака о том что произошла эмиссия акции эмиссия кодов и вот эти коды вы можете применять так и в случае если у вас организация торговая то есть вы фиксируете прием товара уже имеющего маркировку ну и соответственно если вы оптовый покупатель то дальше вы фиксируете продажу опять же уже маркированных товаров и дальнейшая ну как бы судьба этого товара вас уже не особо интересует потому что вы передали сведения о том что вы получили маркированный товар такие-то марки и реализовали его такому-то такому-то юрлицу вот с этими же марками то есть дальше это уже так сказать его проблема и как итог то есть операции которые учитывают движение маркированного товара или если вы выступаете в качестве производителя то вы отвечаете за то чтобы промаркировать этот товар у нас сосредоточены ну в общем-то в разделе склад и доставка производства и продажа и закупка это уже когда товар движения уже промаркированного товара ну и в общем-то в этом случае серьезных каких-то новшеств кроме того что первоначально это будет трудоемко потому что первоначально требуется подать сведения об остатках товаров то есть первоначально вы должны провести инвентаризацию предоставить сведения об остатках после этого согласовать с неправильно это нам сейчас не нужно соответственно кроме того что зафиксировать остатки обклеить эти остатки нужными штрих-кодами и в дальнейшем уже выпускаем в продажу промаркированные остатки мы намеренно сегодня не затрагиваем вопросы которые касаются возврата товара с марками выбытия марок и так далее потому что это на самом деле тема больше для специалистов которые работают с уже готовыми марками но на данном этапе наша задача стояла поговорить про экспериментальный порядок по поводу маркировки уже вот других товаров мы сейчас с вами переключимся переключимся снова на наши слайдики так вот мы с вами снова на наших слайдах и показать мне вам хотелось немножечко другое мне хотелось напомнить вам о том что в первую очередь кроме физических так сказать шагов о том что вы должны приобрести оборудование там заключить договор получить сертификат на самом деле для работы с марками следует пересмотреть всю вашу систему товародвижения и документа оборота собственно что это значит что если у вас например была поточная линия и вы выпускали например тетропаки с соком и собственно на самом соке уже была указана например чек штрих-коды были нанесены или какие-то другие сведения то в этом случае вы должны проверить с помощью технологов и ваших инженеров требуется или нет изменения макетов требуется или нет заключения например договоров с типографией которые эти коды выпускают и так далее ну и в первую очередь это усиленная электронная подпись УКЭП прошу прощения перескочила соответственно до момента когда вы начали это все применять подпись УКЭП у вас уже должна быть сформирована и так далее и еще один момент что вам будет необходим электронный документ оборот и соответственно в этом случае у вас будут формироваться сведения об приеме продукции и о ее реализации ну то есть документа оборот и еще на чем мне хотелось бы обратить остановить немножко ваше внимание ваше внимание это снова вернуться на титульный лист и снова поговорить вот о чем что здесь вы видите наши контакты соответственно это наша электронная почта это наши телефоны это наши телеграм контакты ну и собственно адрес сайта если по какой-то причине вам не удалось досмотреть до конца нашу встречу или оказалось время проведения неудобным то вы можете через некоторое время вернуться на наш сайт мы выкладываем записи наших обычных наших вебинаров и вы можете посмотреть в удобном для вас формате на диване чашечка чая информацию не только про сегодняшний урок но и также про другие уроки поскольку мы выкладываем записи наших встреч и там достаточно много дополнительной информации то есть обучающие и по конкретным вопросам статьи вебинары и так далее но еще разрешите пригласить вас к сотрудничеству мы выполняем полный спектр услуг которые касаются семейства программ 1С то есть это и продажа и доработка и настройка ну то есть любые работы касаются которые семейства 1С и соответственно мы будем очень рады оказаться вам полезными и выполнить все ваши пожелания на этом извините время наше уже подходит к концу собственно компания Кудерлайн благодарит вас за время которое вы нам уделили за внимание спасибо что вы пришли и нас сегодня выслушивали и поддерживали на этом разрешите с вами попрощаться хорошего вам дня всего вам доброго спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok